Всем привет! Меня зовут Олеся Долина, я преподаватель по вокалу и основатель своей школы по вокалу One Voice, в которой есть онлайн занятия и офлайн занятия в Москве и в Питере. Так что приходите, все мы вас ждем. Если вы меня смотрите не в первый раз, то вы знаете, что я часто записываю короткие ролики, уже, кстати, больше трех лет, в которых я делюсь своими вокальными наработками, какими-то лайфхаками, упражнениями, которые помогают нам петь лучше. Но уже достаточно давно по мне сидит мысль о том, что я хочу записывать длинные ролики. По моим ощущениям, мне хочется поделиться своим опытом. Сейчас я больше занимаюсь развитием школы, но своими наблюдениями, которые я приобрела за это время активного такого преподавания, я хотела бы зафиксировать в этом видео. Самая популярная тема и в целом то, что я увидела, очень часто люди приходят на вокал, и изначально они уже думают, что у них что-то не так с голосом априори. То есть у нас настолько вот это сидит мысль в голове о том, что у нас нет голоса. Как-то вот это нам всегда так очень часто внушали, внушали долго, внушали часто, что, ну, наверное, 90% людей, которые ко мне приходили на первое занятие, были убеждены в том, что у них нет голоса. И очень многие удивляются, когда им говоришь, ну, вообще-то у тебя всё в порядке с голосом, и в ноты ты попадаешь. И ты не врёшь, это действительно так. Мне один раз сказали, что, Олесь, ты, наверное, мне говоришь, что у меня что-то получается, потому что я плачу тебе деньги. Но нет, на самом деле ты говоришь, потому что ты хочешь заметить, что у человека есть сильные стороны. Я также скажу, когда что-то не получается, но когда что-то получается, я не буду молчать. И вот это удивительно, насколько люди не привыкли к тому, что их вообще можно за что-то похвалить. И на уроках по вокалу это очень часто всплывает. И это навело меня на мысль о том, что люди, они, в принципе, не привыкли к мысли о том, что у них может что-то получаться. Вот мы настолько находимся вот в этой атмосфере и в жизни, конечно же. То есть вокал нам просто помогает подсветить какие-то вещи, которые в обычной жизни мы не замечаем. То есть, например, мы не привыкли к похвале, мы не привыкли к тому, что у нас, как я уже сказала, может что-то получаться. В итоге мы живем вот в этой коробочке, где у нас очень много мыслей, что у нас все плохо, я бездарность, например, у меня таланты. Я просто сама такая, и я все прекрасно это понимаю. Я очень долго думала, что у меня нет голоса. Вообще в какой-то момент я поняла, что в принципе думать так это ошибочно. Потому что, ну, вообще кто ты такой, чтобы сам себе давать какую-то оценку. Я считаю, что перекос что в одну, что в другую сторону, он беспочвенный и на самом деле бесполезный. То есть вот нужно научиться относиться к себе объективно и достаточно просто. Вот, кстати, если вы посмотрите мои ролики, я очень часто даю достаточно простые упражнения. Я считаю, что, ну, в этом преимущество моего обучения, в этом преимущество обучения в моей школе, потому что упражнения действительно простые, и люди удивляются, а что, так можно было? На самом деле можно. Чем проще упражнение и чем проще мы с вами относимся к себе и к своему голосу, чем меньше критики и чем меньше гордыни, тоже опять же, на самом деле, тем работа будет более эффективной над голосом. Так вот, почему я начала говорить о том, что люди очень удивляются, когда узнают, что у них всё в порядке с голосом, потому что когда ты большое количество времени, очень много лет думаешь, что у тебя что-то не получается, естественно, что в твоём теле, в мышцах образуются зажимы. То есть я как педагог по вокалу очень сильно и вижу это практически вот сразу. Вот человек начинает петь, и я сразу вижу, какие мышцы у него зажаты. Поверьте мне, мы сами за собой этого отслеживать не можем. То есть это может сказать только человек, который видит нас со стороны. Одно из самых классных упражнений, которых я знаю, это подойти к зеркалу и посмотреть на себя во время пения. Это тоже просто must-have упражнение, если вы хотите, кстати, расслабить свой голос. Вы очень удивитесь, потому что на первый взгляд вы заметите, там, возможно, что лицо зажато, там вот эти мышцы жевательные зажаты, часто шея, плечи тоже. Но есть ещё и такие вещи, как язык, например. И об этом, поверьте мне, мы вообще не думаем, когда мы поём боковом. Было моё удивление, когда на тот момент я занималась уже, ну, лет 18, наверное, примерно, вокалом или 20, где-то так. Я периодически, я не могу сказать, что я сейчас часто хожу на занятия, я, кстати, занимаюсь очень часто сама собой. И вот, кстати, я хочу начать записывать в Телеграм свой канал видео, когда я занимаюсь сама собой и рассказывать о том, что я делаю. Поставьте, пожалуйста, плюс в комментариях, если для вас было бы это интересно, где я рассказываю, как я занимаюсь сама собой, на что я обращаю внимание, и каково это вообще, типа, петь и оценивать себя со стороны, пытаться что-то найти, раскопать. Вот, поэтому, если вам интересно, поставьте, пожалуйста, плюсик, и я введу эту рубрику в свой Телеграм-канал, если будет много желающих. Кстати, ссылку на него вы можете найти у меня под этим видео. Когда к тебе приходит человек, не удивляйтесь, если у вас есть мысль о том, что вы в чём-то бездарны, у вас что-то не получается, у вас где-то нет таланта, и вообще какой-то не такой, и что у вас есть зажимы в теле. Это две вещи, которые, я не скажу, что они взаимосвязаны, это как бы часть одного единого целого. То есть не случайно в какой-то момент у вас появилась мысль о том, что у меня что-то не получается, я в чём-то плох, и, конечно, в какой-то момент это переросло в мышечный зажим, то есть наше тело, оно стало напрягаться. Что я хочу сказать, что вокал на самом деле очень здорово помогает все эти зажимы в себе найти. Я просто обожаю вокал за это, и я как бы не могу больше молчать и делать вид, что это не так. Я долгое время, как бы, не то чтобы долгое время, я продолжаю рассказывать, да, какие-то технические вещи. Я не отрицаю то, что нужно повышать свою вокальную технику для того, чтобы петь лучше. Но если мы с вами не будем смотреть вглубь вещей, не будем искать, откуда растут ноги, не будем искать причинно-следственные связи, почему этот зажим появился, я знаю кучу упражнений на расслабление своего тела. Но я знаю, насколько важно, чтобы человек всё-таки разобрался, откуда растут ноги, почему образовался тот самый зажим, почему у меня голос срывается, почему у меня петухи на верхних нотах. Поверьте мне, это просто так техникой не исправляется. Я знаю просто миллион, и я сначала очень долго училась, я училась в двух музыкальных школах, потом я закончила профессиональное училище и так далее, и тому подобное. То есть я занимаюсь этим всю свою жизнь, и я знаю миллион примеров, когда человек годами занимается вокальной техникой, но результата у него нет вообще никакого. То есть он просто не сдвигается с места. К чему я это говорю? Потому что вокал, я не буду говорить, что это лучший способ, но это прекрасный способ обнаруживать свои зажимы, которые у нас есть в обычной жизни. То есть смотрите, вот здесь вот очень важный момент. Многие думают, что вот они пришли на вокал, и вот в этот момент у него появился зажим. Типа в этот момент у него заболело горло, например, да, очень часто, когда мы поим высокие ноты, если мы делаем это неправильно, как правило, неправильно из-за зажима, мы испытываем дискомфорт в горле. Многие думают, что этот зажим, он появился вот здесь на вокале, и думают, что проблема в вокале, или проблема во мне, или я и вокал не совместим. Но вот это вот просто большая ошибка так думать. На самом деле этот зажим живет с вами всю жизнь, абсолютно каждый день. Когда вы приходите на вокал, вокал вам просто подсвечивает, посмотри, у тебя вот здесь зажим, а почему он появился, а как-то где ты о себе думаешь не так, где у тебя в голове какой-то ментальный такой конструкт, который тебя, ну, на самом деле уничтожает. И я за то, чтобы наводить порядок и у себя в голове тоже, и убирать все вот эти лишние негативные какие-то мысли о себе. Так вот, наконец-то мы перешли к главной теме видео. Как я понимаю, какие зажимы есть у человека через голос? На самом деле это очень просто. Вот человек начинает петь, и у него закрыта челюсть. То есть я прошу, спой, пожалуйста. Он пойдет. У него зажата челюсть, у него зажата шея, и очень часто как нативу, да, самому тоже можно. Если вы начнете вот здесь трогать, наверное, вам, скорее всего, вам станет больно потом. А еще вот такое бывает. Обратите внимание на язык. Если он как будто ложечкой или какой-то волной, это тоже означает, что есть зажим. Как я уже говорила перед этим, найти эти зажимы очень просто. Если у вас есть зеркало или телефон, просто взяли на себя, посмотрели, но вы столкнетесь наверняка с тем, что это сделать достаточно непросто. Потому что смотреть на себя и видеть вот эти зажимы, поверьте мне, это тот еще психологический тренинг. Давайте я, кстати, назову... Я уже их называла в целом, но давайте структурируем, какие самые распространенные зажимы. Первое – это челюсть. То есть жевательные мышцы у нас зажатые, мы не можем открыть рот во время пения. Не нужно открывать вот так, как нас учили раньше, во всю его величину. Нет, найдите свой удобный максимум. Но, скорее всего, у вас будет внутреннее какое-то сопротивление. Если есть зажим, то есть челюсть вы просто так не откроете. Надо работать именно с зажимом. Поэтому я и записываю это видео. Для челюсти самое лучшее упражнение – это просто жевать во время пения. То есть вы поете какую-нибудь распевку... Например, да, и начинаете открывать свою челюсть. Второй – язык. Очень распространенный зажим и совершенно неочевидный. У меня, кстати, есть на канале очень классные ролики по тому, как его расслаблять. Язык – это просто must-have. Вот я занимаюсь вокалом 20 лет и до сих пор я делаю упражнение на расслабление языка. То есть насколько мы в жизни зажимаемся, что это перетекает в зажим языка. Шея. Тоже очень часто зажим. И вот эти мышцы у нас часто зажаты. Но вот здесь я советую просто разминать себя на самом деле руками. Это влияет, конечно, на голос, потому что у нас вот здесь находится гортань. И когда мышцы зажаты, конечно, у гортань понижается подвижность. Чем меньше у вас подвижность гортани, то есть она такая каменная, да, ну, каменное горло, если хотите. Чем меньше у вас вот здесь подвижность, тем будет более зажатый голос. Очень распространенный зажим – это плечи. Тоже так же вот здесь, да, вот эти мышцы тоже можно разминать руками. чтобы голос был свободнее, все это вот здесь в одной системе у нас находится. Плечи почему зажаты тоже? Извините меня, пожалуйста, я вот сейчас вот вам здесь вот что-нибудь скажу, только вы меня сильно не бейте, пожалуйста, да, вот эта вот защитная такая реакция. У меня, кстати, тоже это есть. Тут однозначно расправлять плечи и следить за этим в пении тоже. Еще один очень популярный зажим — это диафрагма живот, да, то есть люди тоже привыкли, но я думаю, что это берется от гиперконтроля на самом деле в жизни. То есть когда мы пытаемся все контролировать, и нам все время надо себя обезопасить, вот здесь что-то поджать, я себе соломку посидеть, вдруг у меня голос сорвется. Если вы хотите расслабить живот, то можно просто походить. Еще раз хочу обратить ваше внимание, используйте вокал как инструмент для того, чтобы найти свой мышечный зажим, то есть как работает вот эта цепочка. Вы начинаете петь, вы находите свой мышечный зажим, то есть зажим в теле, а голос у нас рождается в теле, и, конечно, если у вас есть зажим на уровне тела, голос тоже будет зажат, и не пытайтесь найти другого какого-то решения расслабить голос. Это такая очень прочная цепочка, поэтому нужно расслаблять тело, да. То есть что мы делаем на вокале? Мы на вокале начинаем там массировать себя, да, как я говорила, там ходить на ногах, жевать, ну в зависимости от зажима, который есть, мы начинаем работать с телом, безусловно. Это уже суперполезная практика, но если вы хотите еще более глубоко, как сказать, распознать причину того, что есть зажим, то есть смотрите, работая на уровне тела, конечно, вы получите результат, безусловно. Это уже будет очень полезно даже для прокачки каких-то вот этих ваших психологических, да, элементальных блоков, потому что оно работает все в одной связке. То есть вы начинаете петь, конечно же, вы там начинаете работать, как минимум с той негативной установкой, что у меня нет голоса. Поверь мне, голос есть у всех. То есть мы все можем петь, танцевать, рисовать. Нет такого, что люди делятся на тех, кто умеет петь, тех, кто не умеет петь. Такого просто нет, это просто, я не знаю, в общем, это было создано, вот я считаю, что об этом надо просто забыть. Когда вы начинаете работать с вокалом, вы начинаете работать с телом, конечно, вы начинаете работать с собой на уровне ментальном. Почему после вокала появляется энергия, почему появляется такое вот приятное расслабление? Потому что вы посвящаете внимание себе и своей больной точке, как правило, в любом случае. Так вот, если вы хотите либо поработать с какой-то ментальной установкой, найти еще свои зажимы и так далее, и тому подобное. Почему я приятный рассказ? Потому что я сама такая и постоянно этим занимаюсь, в общем, ищу свои зажимы. или вы хотите, ну, действительно, вы хотите научиться хорошо петь, это взаимосвязно, то есть вот то, насколько можно звучать свободно, настолько вы должны быть внутренне раскованы, и одно без другого не работает, то есть я уже не знаю, как рассказывать о том, что просто изучать вокальную технику для того, чтобы петь круто, это мало, очень важно работать со своей головой, вот здесь есть вот эта цепочка, свободный, ну, наш голос, естественно, да, ощущения в теле, мышечные зажимы и так далее и тому подобное, и вот это наше, как бы, вот эти вот ментальные, да, ограничения, ну, какие-то лишние негативные мысли о себе, ну, которые я прекрасно понимаю, как их просто так сложно убрать, но за все время моей практики, что еще хотела сказать, я не могу сделать вид, что это существует отдельно, что можно просто взять и научиться петь, не могу я взять и передать человеку технику, то, что я пою, то, что я сейчас делала, то, как звучит мой голос, это работа над собой не только в техническом плане, не только в наработке вот этих каких-то навыков, это работа с головой и с телом, то есть я постоянно отслеживаю, естественно, в себе, ну, в себе это идет сложнее, сразу вам скажу, когда вот я одна, это прям сложно, потому что внутри еще включаются механизмы, которые, ну, они защитные, и идет, как бы, внутреннее такое сопротивление, а работая с другими, я очень легко нахожу вот этот зажим и нахожу какой-то конструкт, например, вот у меня есть ученик, ну, вот если брать зажим, у него, например, челюстной и язык зажат, и я вижу, я понимаю, что этот зажим, ну, мы работаем с ним технически, да, мы делаем какие-то упражнения, вот этот ученик выступил еще на концерте, и я просто вижу, что работа идет в две стороны, то есть с одной стороны человек очень хочет петь, он хочет проявляться, но это в данном, это вот просто индивидуальный случай из моего опыта, из моей практики, это может быть не про кого, а может про кого-то из вас, то есть одна его часть хочет петь, а другая его часть считает, что петь нужно только идеально, и если я не пою идеально, тогда зачем же я вообще пою, и я понимаю, что у человека есть внутренний конфликт на самом деле, да, то есть мы опять же уходим в какой-то ментальной установке, что петь можно только идеально, и в этом случае, в этой связке это дало зажим челюстной и языковой, да, то есть понимаете, насколько это работает, голос просто отражает то, что происходит у нас внутри, и показывает это через тело, понимаете, какая связка, да, обращайте внимание на то, какие у вас зажимы, обращайте внимание на свои ощущения, когда вы поете, если вы действительно хотите научиться классно петь и дышать, просто упражнения это мало, обязательно нужно работать с собой, потому что опять же, такой голос, как у вас, он один, единственный в природе, каждый из вас уникальный, и чтобы раскрыть свои уникальные, уникальное вот это звучание, да, это называется у нас тембр, вам нужно обращать внимание, быть внимательным к себе, а где у меня болит, а где у меня какой-то зажим, а что значит этот зажим, а почему этот зажим появился, и поверьте мне, ответы на эти вопросы, они есть внутри вас, но, безусловно, с педагогом их можно найти еще легче, я это говорю просто потому, что я знаю, о чем я говорю, да, то есть когда мы находимся, в принципе, с другим человеком во взаимодействии, это, эти вопросы, они решаются, конечно, быстрее, то есть тут на ваше усмотрение, как вам хочется, с этим можно работать. Вот, на сегодня все, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, я думаю, что в ближайшее время буду больше записывать таких видео, потому что у меня есть внутреннее желание делиться своим опытом и практикой, поставьте любой моди в комментарии, или вообще просто напишите любой комментарий, что вы думаете по поводу этого видео, делитесь своими историями, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я не знаю, задавайте вопросы, вот, всех обнимаю, всех люблю, все ссылки вы найдете под этим видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok